Продолжение следует... Так, хорошо. Спасибо. Я смотрю, до сегодняшнего вебинара дошли самые терпеливые. Вы знаете, я вам не буду тогда повторять. Сегодня нас с вами немного, что означают те ссылки, которые я привел в самом начале нашего вебинара. Они привычные. Я вижу, здесь собрались в основном те, кто и так часто ходит на наши вебинары. Сегодня у нас среда, середина нашей вебинарной недели и наш серединный доклад. У нас неделя подобралась такая эстетическая. У нас три вебинара из пяти были или будут посвящены искусству. Вот-вот мы нашу эстетическую неделю продолжаем. Но все-таки я хотел бы вам представить три следующих вебинара, которые будут у нас. Вот они. Завтра мы продолжаем нашу эстетическую неделю. И завтра у нас стартует наш новый спикер, новый постоянный спикер, по крайней мере на этот год, Марина Пивень, с вебинаром, который называется «Время титанов. Художник-ученый-мыслитель Леонардо да Винчи. Универсальная личность эпохи Возрождения». Ее трек будет посвящен великим художникам и продлится в течение всего года. Каждый месяц будет у нас по вебинару. Так как в сентябре мы не успели провести вебинар по искусству, то проводим его в начале октября, и потом в конце октября будет второй такой вебинар. Ну а потом каждый календарный месяц будет по одному вебинару проходить. Пятого числа, в пятницу, будет вебинар... Так, я прошу прощения, я вам передал ссылки без... Передал название без ссылок. Сейчас я сделаю правильно. Возьмем ссылки тоже и переведу их в чате. Вот, на сей раз все с ссылками, и можно прямо отсюда записываться. Что я вам и рекомендую сделать. Пятого числа, в пятницу, вебинар Юрия Николаевича Белоножкина, нашего постоянного ведущего по теме онлайн-обучения. Ну, этой темой я тоже немножко занимаюсь. Потом вы в расписании увидите мои вебинары подобные. Вот, тоже приглашаю на его вебинар. И, наконец, в понедельник перед вами снова я с очередным нашим продуктовым вебинаром, который больше предназначен для публичных библиотек. И называется «Библиотека Non-Fiction. Электронная библиотека с покнижным комплектованием». Вот, вот такой вебинар мне приходится часто проводить не только в рамках Директ Академии, но и непосредственно для конкретных библиотек, для их сотрудников. Вот, ну вот, а в понедельник этот вебинар пройдет в рамках Директ Академии. И после этого мой трек, связанный с продуктами компании Директ Медиа, закончится. Другие сотрудники компании Директ Медиа еще будут вести вебинары, связанные с нашими продуктами. Это независимо. А у меня начнется во второй половине октября, и даже, наверное, не во второй, а со второй декады, начнется другой трек, который продлится до конца декабря, и потом продолжится весной. Этот трек посвящен, ну даже не весной, а после Нового года и весной. Этот трек будет посвящен контентному строительству, электронному учебному контенту, инструментам для электронного учебного контента, учебному видео, интерактивным элементам для учебного контента и так далее. Вот это основная моя тематика вне тематики Директ Академии. Ну что ж, а сегодня мы с вами продолжаем разговор, начатый в понедельник, когда мы говорили об арт-портале. Сегодня мы поговорим об артотеке. Давайте я прямо, чтобы напомнить, дам ссылку на нее, даже не на арт-портал, а непосредственно на артотеку, как на ее подраздел. Вот. Вот эта ссылка. Формально артотека является частью арт-портала. И, кроме того, между этими двумя проектами есть большая связь, заключающаяся в том, что в основном они используют одну и ту же ресурсную базу в смысле иллюстраций. Но организованы эти иллюстрации совершенно по-разному. Да, ну и более того, когда для артотеки нужны какие-то изображения, мы поступаем комплексно. Мы сначала их помещаем в арт-портал, а потом уже используем внутри очередного выпуска артотеки. Вот. Ну, артотека — это совсем иной формат представления искусства. Он не то чтобы совсем уж новый такой, но он ближе к повествовательному формату. Если арт-портал — это более справочный ресурс, хотя на нем есть, как я вам в понедельник рассказывал, и страницы, посвященные биографиям, и описания музеев. Это все немножко выводит от портал за границы обычной базы данных или обычной галереи. Вот. То артотека — это чистый повествовательный формат, в котором текст занимает достаточно большое место. Вот. А все иллюстрации подобраны по какому-то вполне конкретному и часто узкому поводу или профилю. Вот. Ну и давайте тогда начнем наш сегодняшний вебинар. Вот. Я напоминаю, если искать артотеку из арт-портала, то это вот кнопка, которая находится справа внизу. Вот. И после этого мы переходим на такой вот плиточный дизайн, в котором каждый выпуск артотеки представлен плиткой. Нажимая на эту плитку, вы попадаете в один из выпусков. Артотека — это подписной сервис компании Директ Медиа. Выпуски выходят раз в две недели. И сейчас мы готовим 74 и 75 выпуски, которые должны выйти в октябре. То есть уже достаточно много этих выпусков прошло. При подписке подписчик получает доступ ко всем проектам, которые уже созданы. Каждый проект представляет собой законченное произведение. Либо авторское, либо... Ну, в любом случае авторское, но в одном случае это авторское. В том смысле, что специально автор создавал этот проект под артотеку. А в других случаях это виртуальные альбомы, основанные на выпусках, на книжной продукции компании Директ Медиа, и представляющие собой, по сути дела, отдельный лонгрид для каждого такого альбома, который в магазине вы можете купить в бумажном виде. Несмотря на то, что артотека это подписной сервис, из вот этих вот 77 проектов абсолютно открытые, их можно смотреть вообще в любой... без всякого подключения куда-либо, без всякого логина, пароля, просто заходить и смотреть. Причем не худшие выпуски сделаны демо, а такие скорее характерные, чтобы показать каждый вид выпусков. Я по ходу дела буду вам некоторые ссылки давать. А, вы знаете что? Давайте еще, знаете что, попробуем. Я хотел бы узнать, смогу ли я вам показывать свой рабочий стол, чтобы продемонстрировать, как работают... как работают некоторые приложения. Точнее, некоторые проекты, чтобы показать. Одну минутку. Для этого мне потребуется некоторое время. Не очень большое. Сейчас пока еще нет. Я вам скажу, когда смотреть. Вот скажите, видите ли вы сейчас что-нибудь? Вот, например, изображение артотеки. Ага, хорошо. Значит, я буду знать, что в нужный момент я покажу. Ну вот, заодно могу показать, вот как выглядит главная страница артотеки. Это такие вот плашки с изображениями, или плитки, как сейчас говорят. При нажатии на какой-то из них, например, мы переходим в отдельный какой-то проект. В данном случае, это проект интерактивное путешествие. Вот что-нибудь из этого мы и посмотрим потом. Хорошо. Тогда я закрываю режим демонстрации рабочего стола. И пока перехожу к нашей презентации. Вот. Здесь вот перечислены некоторые наши проекты, авторские, в основном те, с которых мы начинали. Я тут не хотел бы приводить прямо уже все 70 проектов, которые мы сделали, 70 с лишним. Этот слайд иллюстрирует то, что я сказал. То, что у нас есть авторские проекты, то есть проекты, сделанные специально для артотеки. Особенно это касается проектов вот этих вот интерактивных путешествий. Они точно в природе раньше не существовали ни в каком виде. Ни тексты, ни само это путешествие до нас, до того, как мы это сделали для артотеки. Ну и есть... Давайте я вот буду начинать рисовать, чтобы было понятнее. Вот, например, вот эти два проекта. Реально таких проектов уже там 7 или 8. Дальше есть проекты, посвященные искусству определенных стран, определенным людям, направлениям или эпохам, даже целым жанрам. Вот эти вот проекты, кроме первых двух, они основаны были на... Их идея была основана на тех дисках, которые в свое время опубликовала компания Директ Медиа. Там было огромное количество изображений, которые хотелось использовать и в сетевом формате. И несмотря на то, что они создавались первоначально не для сети, мы их адаптировали к сети и внесли туда много своих авторских новых мыслей, поэтому это все-таки авторские проекты. Ну и проекты, которые мы называем интерактивными альбомами, это альбомы, основанные на книжках, которые компания Директ Медиа вместе совместно с издательством «Комсомольская правда» в течение нескольких лет выпускала... Это была очень популярная серия. Великие музеи, великие архитекторы, великие художники. Вот из этих серий мы брали наиболее интересные книжки и преобразовывали их в формат лонгридов, то есть длинных страниц, хорошо структурированных, с мультимедиа, с интерактивом и так далее. Вот что из себя в основном представляет набор выпусков артотеки. Ну и давайте... А, давайте, вы знаете, давайте я вот, да, по разным выпускам, раз уж я запустил демонстрацию экрана, вам сейчас покажу, чем они отличаются друг от друга. Давайте перейдем к какому-нибудь выпуску, который является... Так, я сейчас войду... А, уже вошел под собой. Ну вот, например, типичный выпуск, основанный на альбоме. Вот, это такая обложка, слегка движущаяся, да, с разными изображениями. Дальше идет описание. Тексты. Тексты часто бывают в таких вот отщелкивающихся элементах. Так, а я, наверное, не... Прошу прощения, я не включил. Да-да-да, я забыл включить снова. Сейчас мы это сделаем. Да, я думаю, что вот сейчас... Сейчас перейдем назад. Вот, я один из демо-проектов запускаю, посвященный Шишкину. Вот, думаю, что теперь вы видите, да? Теперь видно? Вот так выглядит один из проектов. Начинается все с обложки. Дальше идут какие-то описания. Тексты. Тексты часто у нас даны... Так как тексты достаточно большие, мы по-разному поступаем. Иногда мы их верстаем как текст прямо... без сокращений. А иногда выводим только сокращенный вариант, который можно вот так вот отщелкнуть и прочитать текст раздела целиком. Далее к этому разделу идут уже полномасштабные изображения. и вот каждый раздел имеет вот такой текстовый блок и после этого отщелкивающийся, и после этого достаточное количество изображений. Изображений, как правило, несколько десятков, более 50, как правило, от 50 до 80. Если речь идет о подобном проекте, авторском. Да, ну вот это вот шишки. А вот проект другого типа. Так, куда-то он у нас спрятался. Наверное, ушел на второй экран куда-то. Сейчас посмотрим. Да, вот образ Иисуса Креста в европейском искусстве. Самый большой наш проект. 8 разделов, 517 иллюстраций, 8 интерактивных таймлайнов. Здесь все изображения собраны в такие вот слайдеры на основе таймлайнов. Вот они. Ну вот заодно я расскажу, что такое таймлайны. Это, видите, такая интерактивный элемент такой, который позволяет, во-первых, перемещаться. Так, давайте-ка я уберу лишнюю с экрана. Вот так вот перемещаться. Давайте покомпактнее сделаю. При этом снизу, смотрите, что происходит. По оси времени перемещаются данные произведения. Я могу напрямую нажать на любое из этих произведений, переместившись к тому году, который нас интересует. Могу увеличить масштаб, сделать его более крупным, сделать более мелким. Могу просто перетаскивать вот эту вот ось времени. Ну или переходить прямо к ее началу, если есть необходимость. Вот такой вот проект включает большое количество таких осей времени. Восемь. Вот. И он такой один из самых насыщенных. Но, с другой стороны, тут достаточно мало текста. Поэтому этот проект, он скорее такой интерактивный и основан как раз на осях времени. Это его основное предназначение. Так, давайте демонстрацию снова пока приостановим. Вот. И пойдем дальше. Несколько выпусков хотел бы прокомментировать. Один... Примерно последнюю треть. Последнюю треть проектов хотел бы прокомментировать. Какие они у нас есть. Многие из них я сам делал. Поэтому прокомментирую подробно. Мамонтовский кружок, художественный кружок. Кружкам у нас посвящено достаточно большое внимание. Примерно 7, 8 или 9 проектов, не помню точно, посвящены художественным объединениям российским. В основном российским. Которые богато были представлены у нас в конце 19-го, начале 20-го веков. Вот мамонтовский кружок, художественный один из таких проектов. Типовые... Один из типовых проектов, посвященных музеям, это музей Дорса. Ну и наконец, да, вот здесь вот совершенно разные представлены. И наконец, сад земных наслаждений. О нем мы поговорим отдельно. Я покажу. Это интерактивное путешествие. Это особый вид наших проектов. Здесь тоже представлен один из кружков. Это голубая роза. Один музей. А, и два музея. Национальная галерея Праги и галерея Боргезе. Два. Это вот, между прочим, одни из самых популярных наших выпусков. Современные художники. Сальвадор Дали, Марк Шагал. И еще один... Один выпуск, посвященный мир искусникам. Тоже художественный кружок начала 20-го века. Что касается Марка Шагала и Сальвадора Дали. Если вы помните, в прошлый раз я говорил о том, что содержание арт-портала на 99%, ну в основном, можно даже сказать, что на 100% оно свободно состоит из произведений, поступивших в общественное достояние. А вот артотека, ввиду ее закрытости, содержит в себе также и современных художников. Права на публикацию этих изображений есть у Директ-Академии, так что здесь права не нарушены. И некоторое количество современных художников и архитекторов у нас представлено тоже, но только в артотеке. В данном случае связь с арт-порталом нарушена, то есть нет кликабельных изображений, которые ведут на арт-портал, потому что иначе бы это нарушало авторские права. В открытом доступе нельзя публиковать эти изображения. Вот еще два музея. И вот мой любимый проект, который мне очень нравится, это «Абердинский бестиарий». Это проект об очень известном средняковом фолианте, который хранится в настоящее время в Абердинском университете. Большое количество иллюстраций. Основан этот был проект на свободном скане этих... Ну, то есть это неправная информация, разумеется, средневековая. Хороший скан был сделан на самом сайте Абердинского университета. Вот оттуда мы взяли эти изображения. Но на Абердинском университете там такой подход был не художественный, а скорее академический. Просто дать доступ ко всем страницам Абердинского бестиария с некоторыми малыми объяснениями. И доступ, собственно, к страницам не... Фокус зрения на иллюстрациях не был сделан. Мы же взяли оттуда отдельные иллюстрации в наибольшем качестве, в котором это было возможно. Их поместили в специальные слайдеры. Сделали даже несколько коротких интерактивных путешествий по некоторым картинкам. Вот. И у нас получился такой проект. Да, про наши искусствоведы это все на русском языке описали. И получился такой достаточно интересный проект, который мне очень нравится. Я ему очень рекомендую. Еще два интересных проекта. Зинеда Серебрякова. Этот проект... Да, это особые проекты. Зинеда Серебрякова и Звезда Пресветлая. Они были сделаны к определенным датам. В прошлом году, весной прошлого года, в Третьяковке была самая большая за ближайшие 30, по-моему, лет, выставка произведений русской художницы Зинеды Серебряковой. Замечательная русская художница. Вот. И к этой дате мы приурочили выход, к открытию этой выставки приурочили наш проект Зинеды Серебрякова. В частности, от него... Ну, я вам в прошлый раз как раз давал таймлайн с ее автопортретами. Это художница, которая очень любила рисовать себя и оставила очень много автопортретов. Давайте я сегодня тоже дам вам, может быть, кто-то присутствует первый раз у нас на нашем вебинаре, тоже дам этот таймлайн, чтобы могли посмотреть. Там около 25 ее автопортретов разных времен от начала 20 века до 1956 года, если не изменяет память. Вот. Который дает хорошее представление о ее творчестве вот в плане именно автопортретов. Ну, сам проект, конечно, больше, чем просто автопортретная часть. Вот. Ну, вот то, что я вам даю, сейчас это можно посмотреть прямо сейчас. «Звезда Пресветлая» — это пасхальный наш проект к Пасхе прошлого года, посвящен богородичным иконам, чудотворным богородичным иконам. Текст начала 20 века. Вот. Мы его слегка сократили, перевели на... не перевели, а адаптировали к современному русскому языку. Слегка подредактировали. И вот получился такой вот у нас очень необычный проект. Таких проектов у нас больше не было. Это вот такой, тоже, можно сказать, авторский проект на основе произведения, которое было издано в начале 20 века. Ну, Эдуард Мане — это тоже очень популярный проект, посвященный художнику, отдельному художнику. Подробнее говорить не буду. Шишкина я вам уже показывал. Ну, еще один проект, посвященный художественным объединениям, передвижникам в данном случае. Это одно из первых наших художественных объединений российских 19-го еще века, второй половины 19-го века. Ну, и очень необычный проект у нас получился по Наде Рушевой с очень такой интересной версткой. Давайте я даже попробую ее вам сейчас показать, этот проект. У него, в принципе, он сверстан, как другие наши проекты, но у него есть некоторые особенности в верстке. Во-первых, он такой длинный, действительно лонгрид, который... Тут есть и обычные слайдеры. Есть и такая длинная достаточно верстка, первая часть. И есть такие достаточно необычные слайдеры, которые мы редко используем. Сейчас мы до них доберемся. Ну, вот такие слайдеры с большой текстовой части. Вот сейчас вы будете видеть, что текстовая часть тоже меняется в каждой картине. А, ну и вот тут можно показать, как связаны арт-портал и арт-отека. При переходе по ссылке мы попадаем в арт-портал и здесь уже можем рассматривать эту... Так, ну вот в Firefox это почему-то в последнее время плохо работает. В увеличенном виде можем рассматривать произведение или что-то читать про него, дополнительное какое-то описание. Или вот здесь можем тоже перемещаться по релевантным изображениям. Что еще тут нового? Ну вот в основном вот так. Да, здесь много цитат, но это был и особый альбом, который был по этому поводу сделан. Он тоже имел особую верстку, поэтому мы применили вот такие вот визуальные решения. Вот здесь тоже такие слайдеры. Ну, срушивай более-менее все. Сейчас я снова вернусь к презентации. Давайте дальше пойдем. Последний день Помпеи это проект интерактивного путешествия. О таких проектах чуть попозже поговорим. Еще одно объединение. Союз русских художников. Тоже очень интересное. А вот это один из самых красивых проектов. Тут такое огромное количество шедевров мирового уровня, что даже хочется смотреть не отрывая глаз музея Ватикана. Если говорить по красивости, то, наверное, это один из самых красивых наших выпусков. Заха Хадид это первая наша, ну, за одним исключением, первая наша работа, посвященная, одна из первых работ, посвященных архитекторам, и первая работа, посвященная современным архитекторам, тоже имеет совершенно другой вид верстки, потому что современная архитектура, когда есть в наличии большое количество высококачественных иллюстраций, фотографий современных архитектурных сооружений, то и подача может быть совершенно другой. Вот. Можем сейчас это тоже посмотреть. Так, где у нас здесь Заха Хадид? Наверное, она уже на втором. А, вы знаете, давайте мы посмотрим аналогичный проект Сантьяго Калатрава, о котором я буду говорить чуть позже. Вот, тоже построенный по принципу показа изображений произведений архитектуры. Здесь у нас, так, это начало, вот дальше, вот такие вот большие слайдеры во весь экран. Эти слайдеры можно переключить в режим реального слайдера, и тогда можно смотреть их вот так вот. не участок, а всю, всю картинку целиком с подписью. Вот, вот, вот этим примерно отличается. Можно слайдер закрыть и снова переместиться к вот этим вот изображениям. Так, не видно. Всем было не видно? Если вы смотрите с гаджета, вам, может быть, не видно. А остальные... Ну, да, конечно, не видно. Я забыл, опять забыл включить, прошу прощения, забываю включить режим демонстрации. Сейчас я еще раз покажу. Давайте перемещусь к началу. Вот, я сейчас показываю проект, посвященный Сатяго Калатрава, современному архитектору. Вот, и вот так вот он построен. Это тоже отщелкивающие тексты, достаточно отщелкивающиеся тексты, которые можно... Тут достаточно много текста. Его можно почитать. Ну, и дальше идут такие полноразмерные слайдеры. Вот во весь экран. Давайте я сделаю покомпактнее, чтобы вам удобнее было. Их можно рассматривать вот так вот во весь экран, а можно перещелкнуть в режим слайдера. И тогда рассматривать вот так вот. Не проматывая, а перещелкивая. Вот. Останавливаю трансляцию. Снова переходим к презентации. Еще два интересных выпуска. Венгерская национальная галерея. В частности, вот этот замечательный пейзаж с маками. Ну, и недавно ушедший от нас Илья Глазунов. Это проект прошлого века. Вот буквально к постигшей нас утрате мы сделали проект с картинами Ильи Глазунова. У нас тоже у директ-медиа есть права на воспроизведение его картин. Интересный человек, хотя много критики, как художнику есть к нему от многих искусствоведов. Но, тем не менее, в том, что это очень самобытный художник, можно убедиться в том числе и по нашему проекту, который мы делали. Ну, вот это Венгерская национальная галерея, Маки. А вот это как раз одно из произведений Захи Хадид. Оно находится в городе Баку. Я, между прочим, сам присутствовал. Был рядом с этим зданием. Это замечательное, такое волнообразное здание. Оно центр Кейдара Алиева, культурный центр Кейдара Алиева. С какой стороны на него не посмотришь, оно всюду разное абсолютно. Производит гигантское впечатление. Ну, и местные люди, даже вот среди... Расскажу такую легенду. Даже среди водителей, которые возят экскурсии, есть определенные легенды, связанные с этим зданием. Впрочем, совершенно не имеющие отношения к действительности. Например, нам говорили, что одна из этих легенд о том, что если смотреть на это здание сверху, то оно повторяет подпись Гейдара Алиева. Конечно, потом искусствовед эту историю развеял. Это не соответствует действительности. Но вот просто само это здание, при взгляде на него, когда его объезжаешь со всех сторон, оно порождает примерно вот такие вот ассоциации о том, что в нем может сокрыт какой-то другой быть смысл сакральный. Вот замечательные произведения. Ну, и вот все произведения Захи Хадид, они примерно такие вот по своей сути. Рубенс, ну, тут говорить нечего. Я думаю, что... Ну, если нам начать говорить, то можно говорить один вебинар, там, два, десять вебинаров по этому поводу. Поэтому просто промолчу. Есть у нас такой выпуск тоже. Еще один... Одно... Один кружок. Дореволюционный бубновый валет. Явление российского художественного искусства. А, ну и... Чикагский художественный институт, известный в том числе благодаря вот этой вот картине, которая называется «Американская готика», которая была написана в 30-е годы. Очень много критиковалось современниками, но впоследствии стало классикой. Написана картина была, если вы помните, в момент депрессии, великой депрессии, и если в период написания оно воспринималось как издевательство над американским народом, то после оно стало восприниматься как, наоборот, как признак воли, воли к выходу из трудностей. Вот, в общем, картина с огромным внутренним смыслом, которая там помещена в этом Чикагском художественном институте, она у нас тоже представлена. Школа Венецианова. Это один из проектов, который посвящен вроде бы одному человеку, но вроде бы и целой школе. То есть у Венецианова было достаточно много художников, которые произошли от него, как от преподавателя живописи. И вот каждому из них посвящать проект было бы, наверное, неразумно, потому что там у каждого из них считанное число произведений, которые заслуживают внимания. Но всем вместе, как школа Венецианова, очень даже очень даже да, и такой проект мы сделали. Еще один американский музей. В американских музеях очень много интересных полотен. Это музей изящных искусств Постона. Вот Сантьяго Калатрао, которого выпуск, по которому я вам показывал. Еще один архитектор, но не современный, а 18 века Растрелли у нас представлен. Проект по отдельному художнику, по Кустодиеву. У нас тоже есть интересный проект. По музеям. Музейный проект, только такой особенный. музей Московского Кремля. Тут не один музей, а все музеи, которые находятся на территории Кремля, объединены в единый выпуск. Еще один архитектор 17 века, Василий Иванович Баженов, который творил примерно в то же время, что и Растрелли, чуть попозже. Ну и Афинская школа. Афинская школа это один из проектов наших, который является проектом по интерактивным путешествиям. Афинская школа имеется в очень хорошем качестве и самое главное, там изображено такое количество людей, что по каждому из них можно чего-то сказать. Более того, почти два десятка из них опознаны. И вот комментарии, можно сказать, биографические комментарии по тем персонам, которые там представлены. Платон, Аристотель, Фалес, по-моему, много других интересных философов представлены на этой фреске и с ними можно познакомиться в формате интерактивного путешествия. Рафаэль Санти, да, ну вот в данном случае та же самая Афинская школа здесь представлена, но уже в качестве заставки, в качестве обложки. Да, но проект совсем другой, посвященный творчеству Рафаэля. Вот, с ним тоже можно ознакомиться. Это уже проекты относительно новые. Российский государственный музей, государственный русский музей, прошу прощения, что-то я стал сбиваться. Это выпуск 63, Чарльз Рейни Макинтош, 64 выпуск, Васнецов, выпуск 65, тут особо комментировать не буду. Выпуск, посвященный буддийскому искусству, выполненный в одном из самых старых наших техник, интерактивный холст, который можно перемещать вправо-влево и читать все, что на нем помещено. Очень интересный автор Александр Яковлевич Головин, его театральное искусство очень известно, очень большое явление в живописи, в российской живописи начала 20 века. Королевский музей изящных искусств Брюсселя, совсем недавний выпуск, 69, Винсент Ван Гог, замечательный выпуск, этот выпуск я делал и просто влюбился после этого выпуска во все, что Ван Гог делал. Кстати, кто не знает, есть замечательный полуфильм, полумультфильм по творчеству Винсента Ван Гога, очень рекомендую вам его найти. Он весь нарисован в стиле самого Ван Гога, ожившие картины его превращаются в такой мультик очень интересный, который дает много нового о его жизни, биографический такой мультфильм. Это не наше произведение Директ Медиа, просто я даю сопутствующую информацию, очень рекомендую вам его посмотреть. Старая пинокотека, один из музея, это музейный, наш традиционный музейный выпуск, 71, мы уже подбираемся к самому концу. Амадео Модельяне, к сожалению, этот проект, вот он только что выложен, но почему-то я вот его вчера смотрел и не смог его открыть, что-то какие-то технические трудности, но в ближайшее время он обязательно откроется. Тоже замечательный автор, как мы знаем, он в том числе нарисовал Анну Ахматову, его вот эти вот линии, они, конечно, очень узнаваемые и Модельяне можно найти, наверное, среди всех авторов той поры безошибочно определить просто на первый взгляд сразу. Выпуск, который должен появиться 15 октября, влюбленный в Японию, японизм в искусство европейских художников 19 века. Интересный выпуск, он в себе содержит сопоставление японских произведений искусства и европейских, написанных под влиянием того, что Европа узнала, Япония узнала искусство японское. Это произошло где-то в середине 19 века и вот как искусство Японии повлияло на европейское искусство, будет очень интересный выпуск, который появится в ближайшее время. Ну и это уже судя по всему появится к 1 ноября генский алтарь. Это будет тоже интерактивное путешествие, которое будет на мой взгляд очень интересным. Здесь тоже есть очень много частей, которые в очень хорошем качестве есть в интернете и мы их постараемся прокомментировать. В частности, вот это одна из частей генского алтаря, которая называется поклонение Агнцу, оно есть в наилучшем качестве, в очень хорошем. Можно разглядеть все эти лица и мы постараемся вам это дать в наилучшем виде. Что еще появится до конца года? Да, вот это надо зачеркнуть, это уже есть Александр Коловин, да? Самые выдающиеся художницы мира, видимые и невидимые генского алтаря, про него я только что сказал, Бернини Барамини и Эдвард Мунт, который конечно является одним из главных художников современности, вот, ну, всем он наверное известен по произведению Крик, да, ну и много другого интересного у него тоже есть. Вот это наше на будущий год мы пока программу не верстали, когда сверстаем, я наверное в аналогичном вебинаре вам про нее расскажу. Вот, что касается контентного содержания, теперь несколько повторюсь, может быть с показом небольшим, то, что я говорил в прошлый раз у каждого выпуска есть своя обложка, которая выражает некоторую некоторый визуальный забыл слово, ну не важно, короче говоря, обложка, которая выражает суть данного проекта, метафора, вот, визуальную метафору, да, это визуальную метафору данного произведения, виды проектов, ну мы по ним уже сейчас прошли, сейчас я хотел бы вам показать, да, ну вот это я вам все примерно показал, это я вам тоже сейчас показал, и хотел бы показать немножечко, так, я вот думаю, вот Босха вам, давайте я вам покажу и Босха, и Иванова, интерактивная карта по Босху наиболее такая большая, здесь у нас два аж выпуска, потому что два интерактивных путешествия, одно из путешествий такое стандартное по тем сюжетам, которые есть на этом полотне, а второе интерактивное путешествие полушутливое, оно называется зоосад земных наслаждений, мы насчитали на вот этом триптихе Иеронима Босха сад земных наслаждений, более 500 различных животных, ну, многие в стаях, там, и так далее, тем не менее, вот такое огромное количество, и примерно 150 из них прокомментировали с показом тех животных, на основе которых мог Босх делать эти изображения, хотя по большей части он их выдумывал, додумывал, или немногих из них он видел реально, находясь в средневековой Европе, многие видел по предыдущим изображениям средневековых авторов, но тем не менее, вот такое у нас получилось, я бы даже назвал это не путешествием, а похождением по картине Босха, напоминаю, что наши интерактивные путешествия основаны на изображениях сверхвысокой четкости, как правило, это изображения гигапиксельные или субгигапиксельные, вот такие вот огромные 30 тысяч пикселей на 20 тысяч пикселей примерно такие они, это означает, что их можно приближать до 20-30 раз, делать увеличение без ухудшения качества. Ну и да, вот так вот выглядит это, и давайте я вам это продемонстрирую сейчас в одну минутку продемонстрирую в виде экрана, демонстрации экрана, потому что это надо, да, давайте я вам все-таки дам эти ссылки еще, конечно, на Босха, чтобы вы могли это параллельно посмотреть прямо из вашего браузера, ну и пока покажу вам рабочий стол, вот так вот выглядит интерактивное путешествие по Босхон, сначала дается начальный экран с биографией, информация по этой картине, описание внешних створок триптиха, и дальше идет последовательное описание сюжетов, сначала левой створки, райский сад, изображение гор, вот мы видим, какие большие, какое сильное приближение, возможно, мы уже приблизились почти до того уровня, когда видны здесь вот крикелюры, то есть трещинки в полотне, вот он этот сюжет, который у меня на презентации был, слон с обезьяной, сюжет достаточно популярный, вот он видите, в средневековом мире такие сюжеты встречались и до Босха, жираф, которого Босх явно не видел, не мог видеть, но мог видеть, судя по изображению, позе, скорее всего, он позаимствовал его вот из этого, из этой картинки к путевым заметкам, которые, с которой он мог ознакомиться, это изображение было сделано в Египте путешественникам, известным путешественникам. Ну и другие тоже картины, посвященные фонтану. Вот это одно из таких самых больших увеличений птица Босха, которая следит, это вот обозначает зло. В средневековой живописи сова, как правило, обозначала зло. изображение лебедя. А вот тут очень интересная картинка, которая очень напоминает последующие картины уже 19-20 века по эволюции, как рептилии выходят на берег. Драконово дерево изображено. здесь собственно апологетика брака. Центральная часть, это собственно земная часть, где происходят основные действия. Здесь грифоны изображены, очень странные розовые здания. Вот вдали изображение природы спасущимися какими-то копытными животными. Ягоды, которые повсеместно встречаются в произведениях конкретно на этом полотне босха. Ну, это не полотно, прошу прощения, это триптих на дереве выполненный. Ну, тут некоторая некоторый текст, посвященный теории о том, что босх был членом оккультного общества, на самом деле большинство искусствоведов не поддерживают эту теорию, но здесь про нее немножко сказано. Да, вот такие вот изображения очень интересные здесь есть. Вообще очень много фантастических изображений у босха присутствует животных и демонов, которые он просто придумал. Вот тоже собирающие ягоды. птиц. Огромное количество птиц изображено здесь. Вот я думаю в таком увеличении вы даже будучи в музее Прада, где хранится это произведение, никогда не рассмотрите без такого интерактивного путешествия такие мелкие нюансы на этой картине. Ну, наконец, последняя створка ад, горящий город, вражеская армия, да, тут вражеская армия, тут даже предводитель этой армии, да, тут еще можно вот так все двигать, смотрите, просто передвигать как-то все. вот эти вот красные точки это означает вот эти вот описания которые справа если мы какую-то другую красную точку найдем то можем на нее нажать и переместиться к описанию вот здесь предводитель этого войска это какой-то демон он даже на какой-то крысе крысоподобном создании въезжает вот такие вот символы нож между прочим нож имеет изображение символ который часто встречался в Хартогенбоссе в том городе там жили мастера которые делали ножи и оставляли вот такие вот на нем метки свои человек дерево здесь есть подозрение что вот в этом человеке автопортрет Босха ну это не доказано ключи вот такие вот тоже поедающие звери поедающие рыцаря лошадиный и как то вот вот Продолжение следует... Продолжение следует... Долго ли вы меня не видели? Напишите... Ой, целые три минуты. Ну ладно, не буду я тогда... Давайте вернусь, просто расскажу об одном сюжете, который... Это, видимо, связано с тем, что рабочий стол демонстрировался. Я рассказывал о сюжете... Давайте лучи не буду запускать, вы можете сами к нему перемотать, вот по этой ссылке. Это сюжет, связанный с музыкой, написанной на ягодицах грешника. Очень известный сюжет. В створке, которая посвящена аду, мы сейчас говорим про сад земных наслаждений, вот там есть такой сюжет. И самое интересное, что несколько лет назад в интернете на Ютьюбе появилась расшифровка этих нот. Вот одна американская аспирантка, искусствовед расшифровала эти ноты и их проиграла. И вот эта музыка, музыка ада, она доступна для прослушивания даже. Вот, ну, давайте про Босха, наверное, все. Есть у нас еще второе очень интересное произведение, которое доступно в форме интерактивного путешествия. Это Иванов «Явление Христа народу». И давайте я на него тоже дам ссылку, причем не ту ссылку, которую давал в прошлый раз, а более удобную для просмотра, непосредственно ведущую на интерактивное путешествие без тильды, окружающей его, без верстки, просто само интерактивное путешествие. Тоже заслуживает внимания, потому что здесь описаны большая часть персонажей, представленных на этом, в этом произведении, описано, что-то про них сказано, либо конкретная отсылка к персоне, либо, вот, например, как здесь, это апостолы будущие, вот это, вот этот вот немолодой человек, это апостол Андрей, вот это апостол Нафанаил, четыре апостола здесь представлены, вот здесь вот рука, это апостол Иоанн, я сейчас не могу это сдвинуть, это на презентацию у меня. Вот, то есть есть персоны, про которых известно, кто это, есть просто обобщающие персоны, например, раб, его небедный господин, мальчик и ребенок, выходящий из реки и так далее. Вот про каждого из них чего-то сказано, это первая часть этого интерактивного путешествия, а вторая часть посвящена тем сюжетам, откуда они появились. Да, не только, здесь есть не только люди описаны, но и некоторые другие вещи, например, пейзажи, река, вот, как и откуда они появились. И вторая часть посвящена этюдам и эскизам из Иванова. Он, Иванов, сделал более 400 эскизов, прежде чем конечный вид этой картины появился на свет. То есть каждая из этих фигур, она проходила апробацию специальные, частично эти фигуры списаны с классики греческой и римской, а частично это живые люди, натурщики, которые позировали Иванову. Вот с них он добивался от них соответствующего выражения лица, и только после этого переносил это все на полотно. Как, например, вот здесь вот, мы видим, это тоже были натурщики, которые, вот, например, вот эти вот два, два старика-фарисея, вот два вот этих вот сюжета, как они появлялись. В данном случае вот этот вот старик, который по центру, вот его, его разные варианты в этюдах. Вот, и так почти про каждую фигуру, там многое можно сказать. Есть там подозрение, что одна из фигур срисована с Гоголя. Гоголь был другом Иванова. Вот, ну и многие другие очень интересные вещи. Такой же есть выпуск по последнему дню Помпеи с подробным описанием разных фигур. Ну, и такой же интерактивная карта по афинской школе. О ней я, собственно, уже показал. Ну, вот здесь, например, Сократ. Вот он. Изображение Сократа, которое имелось в древности. И описание, которое есть. Тоже достаточно интересное интерактивное путешествие. Все, я рассказал все. Подписку на ортотеку для юридических лиц можно оформить. Вот, по цене 20 тысяч рублей в год. Обращайтесь к нашим менеджерам, если вам это интересно. Вот, по сути я все рассказал. Да, ну, кроме платной части, как я уже сказал, есть бесплатная часть. Это семь открытых проектов. Кроме того, я вам здесь вот по ссылкам дал некоторые ссылки и к платным, бесплатной части платных проектов, скажем так. Какие у нас открытые проекты ортотеки. Явление Христа народу. Книжные миниатюры. Я о ней ничего не говорил, но очень интересный проект. Там замечательные иллюстрации. Хотя один из первых наших проектов. Образ Иисуса Христа в европейском искусстве. Искусство. Да, ссылка по Боску была. Это вот предыдущая, последняя с конца ссылка. Это ссылка не на весь выпуск, а ссылка на конкретное интерактивное путешествие, которое можно посмотреть. Вот она, вторая с конца ссылка. Художественное объединение Бубновый валет. Это тоже свободное для просмотра. Последний день Помпеи. Тоже интерактивное путешествие. Тоже можете свободно его посмотреть. Доступ прямо с главной страницы ортотеки. Там перед всеми проектами, которые можно свободно смотреть, стоит название демо. Шишкин свободный проект. Ну вот и все. Я думал, сегодня у нас короткое будет выступление, а вот даже не уложился в чат. Настолько это для меня тема интересная. Я сам принимаю участие в производстве этих выпусков, поэтому говорить могу достаточно много. Так, я сейчас смотрю, все ли, что я вам хотел дать, все ли ссылки я вам дал. Иванов, Серебрякова. Да, ну вот, наверное, это и все. Если вас интересует презентация, как всегда можете скачать из раздела ресурсы, можете ее скачать. Вот такой вот у нас интересный проект. Пользуйтесь. По возможности подписывайтесь. Если нет, ну просто пользуйтесь возможностью доступа к бесплатной части нашего проекта. И будет вам интересно. Ну что ж, вот, несмотря на то, что сегодня нас не так много здесь было, я с большим удовольствием для вас провел этот вебинар. Надеюсь, вот, через полгода, если будет что-то новое, я снова проведу этот вебинар с описанием уже более новых проектов артотеки. Коллеги, всего вам доброго. Да, я вижу скорее тут реплики, чем вопросы, но если вопросы будут, то тоже на них отвечу. Если кого-то интересуют вопросы подписки, я не написал здесь адрес нашего менеджера, но я переправлю. Вы напишите тогда мне, я ему переправлю, и тогда он с вами свяжется. Что ж, коллеги, до свидания. Я уже сказал, что наши выпуски... Прошу прощения, заговорился. Наши вебинары проходят каждый рабочий день. Приходите в Директ Академию, будет интересно. До новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...